Доброе утро! Доброе утро! Представься, пожалуйста, как твое имя и откуда ты приехала? Меня зовут Анна, я приехала из Алушта. Алушта – это Крым? Да. Замечательно. Аня, ты приехала на ретрит в Сочи и после этого мы с тобой переместились на Красную Поляну. Расскажи, как ты приняла решение участвовать в мероприятиях Светланы Лавровой? Что было толчком, привлекательным моментом? Как ты выбрала Свету среди многих других мастеров? Что тебя привлекло именно в ней? Ну, понятно, что ты, когда слушаешь человека, ты понимаешь какие-то соответствия. И, скорее всего, я приняла это решение не умом. Просто пришло внутреннее решение. Я написала тебе и приняла решение ехать. Поэтому это приняла не голова, она не хотела каких-то действий. Это просто внутреннее ощущение. На каком ты находишься жизненном пути? Куда твои устремления направлены? Почему ты здесь вообще? Какая причина? Какое хотела ты получить расширение, продвижение для себя? Ну, я на пути. Это здорово. Я живу. Вот. И, ну, понятно, наверное, я, как и все, хотела бы получить более четкую инструкцию, как по этому пути жить. Но в конце этого ретрита и в конце нашей перезагрузки я пришла к осознанию, что каждый должен проживать свой путь сам, вот, принимать решение. Никто за тебя решение не примет. Света, да, Света дала какие-то маячки, какие-то ориентиры, которые, может быть, когда, если тебе станет немного темно, вот, они помогут, тебя светят, но все равно ты должен пройти сам, слушать только себя, вот, и, ну, только твои решения, это будет твой путь. Потому что степ-бай-степ, и ты все равно дойдешь туда, куда надо. Какое качество Светланы для тебя является наиболее ярко проявленным и привлекательным для тебя? Качество Светланы? Да, ее качество. Ну, вот, персональное, профессиональное, как специалиста, как мастера, как человека. Ага. Ну, два качества я, наверное, могу выделить. Первое качество – это, как она держит поле, потому что, когда мы были на ретрите в Лоу, образовалось какое-то такое поле инфляционное, ментальное, не знаю, что каждый из участников, потом делились этим, каждый из участников, когда задавал вопрос, рядом сидящий говорил, что это про меня. И все очень сильно этому удивлялись, говорили, как будто, знаете, мы собрали здесь сестры или брать по одним и тем же вопросам и способам их решения. Вот. Ну, я думаю, это ее заслуга, потому что это поле, ну, и люди подобрались такие. И вторая, ну, для меня значимая такая часть ее, что она, ты вроде бы знаешь какой-то ответ на вопрос, но при этом она его раскрывает совершенно с другой стороны. Ты понимаешь, что и твой ответ, вроде бы, он правильный, и тот ответ правильный, но это вот, знаете, как подсвечивает и расширяет, вот, просто, ну, вопрос, ответ. Понятно, что в каждом вопросе есть ответ, но она как будто, она не дает ответа прямо, вот, но она тебя подводит к этому ответу, и ты, опа, а вроде бы так все просто. Вот, ну, вот так. Я приготовила небольшое развлечение, разнообразить наше интервью. Напиши, пожалуйста, одно слово, каким бы ты могла, хотела охарактеризовать ретрит в Сочи. Вот, ретрит в Сочи. Что это было для тебя одним словом? И достаточно крупное попрошу тебя это сделать, чтобы мы могли показать это на камеру. Еще чуть-чуть. Вот, да, вот так. Здорово. Очень хорошо видно. Свобода. Здорово. А как бы ты могла это расшифровать? Почему для тебя именно здесь заключается концентрат того, что ты получила? Свобода от чего? Вот, свобода от чего? Свобода от всего. Ну, моя цель быть свободным вообще от всего. Ну, пока это не так легко, все равно есть куча привязок. И на этом ретрите я тоже понимаю, что я от какой-то части, во-первых, я получила инструменты, которые, потому что уже не все цепляет так сильно. Вот. И более тонкие какие-то зацепки. Я понимаю, как их разобрать, потому что, ну, чем меньше зацепок, тем больше свободный. А чем для тебя формат ретрита? Вот в Сочи, да, что было с нами 5 дней, отличается от формата перезагрузки то, что происходит здесь с нами на Красной Поляне. Есть ли какая-то разница в этих двух форматах для тебя лично? Прокомментируй, пожалуйста. Ну да, большая разница. На ретрите очень сильно общее поле. Вот. И ты, когда в нем находишься, у тебя очень много осознаний. Вот. И все участники ретрита, мы, знаете, как единый организм такой. Вот. Даже у нас были такие моменты, когда одни участники ретрита давали очень ценные советы в процессе каких-то разборов другим. Вот. И как бы света через других участников скрывало еще третьих. Ну, это вот такие вот волны переплетения. Это очень интересно и глубоко. И кто хочет это взять, вот. У кого есть потребность, у кого есть готовность, то он возьмет. Конечно, каждый на своем уровне возьмет. Вот. Но это ценно. Вот. На Красной Поляне мы много времени проводили и в свободном плавании, и в каких-то путешествиях. Это были и горы, и бани, все-все-все. Этот формат более лайтовый. Ну, лайтовый, так мы назовем это. Насколько ты считаешь это эффективно именно для проработок каких-то внутренних и личных моментов? И вообще эффективно ли? Или, может быть, формат, где мы сидим в зале, это более лучше? Как бы ты это тоже могла прокомментировать? Ну, ты знаешь, кто ищет, тот всегда найдет. Потому что, например, мы когда гуляли, да, все равно Света что-то рассказывала. Либо, ну, другие же участники, группа переформатировалась, энергии какие-то другие. Но вот вчера в бане мне очень понравилось, что опять же через нового участника вскрылись такие процессы. Вроде бы слово за словом. Мы вообще начали обсуждать совершенно другое. Но это вылилось опять в такое вскрытие и в какие-то осознания, что каждый момент ценен. Они разные, но осознания, вот у меня приходили осознания и там, и здесь. Поэтому я же могу сказать только о себе. Да, да, конечно, конечно. Можно ли сказать, что вот в этих ситуациях, где мы в непринужденной обстановке, проработки, они происходят, продолжают происходить в каком-то более таком лайтовом, непринужденном формате? Ну, я не знаю. Я бы сказала, ты знаешь, вот с первого дня, может быть, вот к концу беседы уже была непринужденная обстановка. Вот. Ты имеешь в виду в Сочи еще, да? Да. Еще в Сочи, ну, не знаю, все было нормально. Вот. Все люди раскрывались, никто, ну, по чуть-чуть, кто-то чуть позже, кто-то... Ну, мне кажется, у нас на ретрите была довольно-таки непринужденная обстановка. Я имею в виду, что сейчас ты обратила внимание на такой сценный момент, что несмотря на то, что мы вроде бы здесь, там, идем в горы, идем в поход, вот, вроде бы мы расслабляемся в бане, но все это время с нами находится Светлана, мы в ее поле, и мы все равно участвуем, продолжаем участвовать в процессе. Просто этот процесс несколько в других обстоятельствах происходит, да, чем в зале, например, когда мы просто сидим в зале и вот конкретно обсуждаем какие-то вопросы. И этот, вот именно этот формат я и назвала непринужденным. Ну, да, может быть, каждый берет то, что надо, и, опять же, может быть, интересно здесь, знаешь, в чем? Что поменялись люди, поменялись энергии, поменялись запросы, и это же тоже синергия, вот. Вот, и вот эти запросы, они поменялись, и они тоже выводят. Ну, работа, ну, даже не работает, понимаешь? Работа от слова раб. Да, да. Вот. Ну, какое-то вот сотрудничество душ, и Света же тоже говорит, она через нас что-то вещает, потому что если нет запроса, ну, нечего ей вещать. Поэтому, насколько мы, насколько я пришла с сильным запросом чего-то, да, вот, настолько, мне кажется, я и получу, потому что вселенная безгранична. А как для тебя прошли медитации глубокие с бубном, которые Света давала на ретрите в Сочи? Удалось ли тебе погрузиться? Были какие-то впечатления, возможно, какими бы ты могла поделиться на камеру? Ну, я бы сказала, это такие внутренние, не буду сейчас сорять эфиры своими внутренними какими-то ощущениями. Единственное, что вот эта практика, особенно первая, мне дала понимание, потому что я, например, не доверяю в себе и не очень слушаю свое тело. Вернее, я его слушаю, но я всегда, ну, ум не мешает, честно скажу. Вот, и на первой практике, ну, Света вела, говорила словами, вот, что делать с той или иной энергией, вот, и у меня прошла синхронизация с ней, и прошло до того, как она сказала то, что предстоит, да, вот. У меня это произошло, я просто не знала, что дальше сделать, я ей потом и сказала, предупреждать надо, потому что... Почему я так угадала слово «предстоит», потому что у меня было то же самое. Да? Да, 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 я тоже предвосхищала ощущениями то, что сейчас я потом услышала, и это было так странно. Да, 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 вот какая-то синхронизация, да? Угу. Это было удивительно. Да, вот интересно, да, такие штуки. А ты вставала на гвозди с Ириной Дмитриевой? Расскажи, как это прошло для тебя, как Ира для тебя открылась как проводник? Был ли у тебя такой опыт раньше? Ну, у меня был, да, опыт раньше, я вставала с Ириной, и, к сожалению, у меня, мне нужны были гвозди чуть-чуть пожёстче, пожёстче, да, вот. У меня это было, как будто бы я постояла на своём аппликаторе ежедневном, вот. Но при этом, но при этом, конечно же, мы с Ириной, я очень благодарна, мы с ней всё равно даже вот в это мы зашли, и мы, ну, она действительно чувствует, она чувствует, где этот ток энергии, где он стопорится, вот через неё я это чувствую, поэтому всё равно работа прошла, и очень сильно она мне дала ценные советы, я посмотрела с другой стороны на какие-то вещи, опять же, да, потому что, ну, со всех сторон, когда ты это собираешь, вот. Поэтому, да, Ирина, вообще молодец, спасибо ей большое. Ирина Дмитриевна проводила практику, игру трансформационную «Мой мир» на ретрите в Сочи, ты участвовал в ней? Ну, да. Расскажи про этот процесс, пожалуйста. Ну, у меня тоже всё так идеально получилось, всё, что мне говорили, а перед этим у меня была личная беседа, там тоже, знаете, такие синхронизации, у всех шли на этом ретрите синхронизация, у нас во время игры участники ретрита выходили и были личные встречи со Светланой, вот, и всё, что было со Светланой, потом происходило это в игре, это было так тоже прикольно, потому что всё, что вот проговорили, и выпадали те же энергии, те же фишки, вот, и всё очень, всё очень и логично, и, ну, проходила игра, да, игра мне очень тоже понравилась, зашла, но это надо ещё всё осознать, потому что, ну, это всё-таки было много людей, это были всплески, да, какие-то энергии, которые надо проработать, это всё надо осознать, вот, и на своём опыте пережить, пойти дальше. Я сейчас, я сейчас сама вниманием поймала осознание, именно как работает поле, да, да, потому что вот то, что сейчас ты описываешь, да, что ты выходишь за дверь, разговариваешь там с одним человеком про какие-то процессы, попадаешь в другую комнату, где не слышали ваш разговор, да, ну, же так и было, да, и там продолжается распаковка того, о чём вы говорили за дверью. Ну, вот Ира же и говорила о том, что, да что же это такое, Света, когда зашла, говорит, вы поговорили, а у нас выходит всё на поле, поэтому, да, это поле. Я люблю брать интервью, для меня, знаешь, как будто для самой через ваше осознание открываются какие-то части, и они составляют какое-то ещё более ёмкое, более общее впечатление о том, что там происходит, потому что я же могу воспринимать только через свои глаза, а так ты делишься, и я через твои глаза... Пазлики, да, объёмно собираешься, да, интересно. Скажи, пожалуйста, перезагрузка в Красной Поляне, она происходит после ретрита. Если бы какие-то люди, да, мы сейчас уже пойдём с тобой, да, времечко, ребят, у нас такое плотное расписание, это мероприятие может быть рассмотрено как отдельное, ну, вот приезд сюда, на Красную Поляну, или это всё-таки именно что-то единое с ретритом только, и тогда это эффективно, как бы ты это могла раскрыть? Ну, если честно, я бы, наверное, не приехала просто так на Поляну. Объясню почему, потому что на ретрите проходят какие-то осознания, да, вот, и ты в этом, вот, они в тебе как-то упаковываются, и потом из тебя они уже перетрансформация какая-то происходит, и они выходят. И вот на перезагрузке, почему, да, вот, интересно, вы, да, задали перезагрузку? И вот эти осознания уже, с другой стороны, ты можешь как-то в Поле, да, Светланы, они как-то выходят таким образом, и ты уже можешь как-то корректировать. У меня очень много вопросов возникло именно на перезагрузке, потому что действительно эти энергии, они… Наскрылись. Да, да, вот, я так, поэтому, ну, для меня вот этот формат более приемлемый. Ну, для кого-то, наверное, кто приехал просто на перезагрузку, у каждого своё. Получается, для тебя приемлемый формат, что это два мероприятия? Для меня – да. Что это даже не только ретрит и не только перезагрузка, а что это и то, и другое, и для тебя нужно было это пространство? Ну, потому что, знаешь, было действительно, у нас же был очень плотный график на ретрите, и мы были, вот, как бы, накачивались, накачивались, мы осознавали, мы даже устали от информации. Ты знаешь, первый день перезагрузки я бы вообще сделала, вообще мы друг друга бы просто гуляли, просто бы гуляли, не трогали, потому что… То есть прям лайт. Чтобы, ну, мало. Всем мало было. А, было мало. Да, было мало. Аня, я очень тебя благодарю за этот отзыв. Благодарю, что ты приехала. Я надеюсь, мы увидели с них в последний раз. Мы очень хотим приехать все в Крым. Приезжать? Да, мы будем рады себя видеть на наших летних выездах больших на Алтае и на Байкал. Если ты к нам присоеднишься, это будет очень здорово. Благодарим. Спасибо. Спасибо.